Ни капли холодного, острого, злого, без доброго слова, без теплого слова, без нежного слова не лечит больного. Деревенька моя, край лесов густых, безутешная плачь, домов пустых, как хотела бы я уберечь и спасти, чтоб могла она жить и всегда цвести. Когда-то был совхоз Арестовский, в который входили в деревни Арестова, Андронова, Ивашева, ну и еще какие-то остальные, я точно этого не знаю. Вот, соответственно, был директор совхоза, был главный инженер, ну и был здесь медпункт, значит, при нем Полина Сергеевна была вот долгие годы фельдшером, а может даже и врачом, точно не знаю, как ее должность называлась, потому что у нее было медицинское образование, она после войны сюда вернулась и здесь вот работала. Ведь раньше на селе медик, средний медик, все болезни должны оказывать, все болезни, все. А ее муж, она же по отцу, она Лобазникова, а по мужу Королева, поэтому она Полина Сергеевна Королева. Вот Сергей Иванович Королев, отличный мужик, он был главным инженером, вот этого совхоза, он тоже фронтовик, воевал. Полина была акушеркой. Это в одной вустиноке, раньше и на дому принимали. Расскажите что-нибудь. Тут внуков да полна было. Сергей Иванович пришел свататься ко мне, а я на родовых у Сверидовых. А Сверидов в Вайстово? Принимала роды. Мама верующая, папа коммунист. Отец коммунист, а мать у нее Екатерина Федоровна была боговерующей, все молитвы знала. И икон был целый иконостас Сергею Михайловичу, это самое, говорит, ты коммунист, а у тебя иконостас целый. А он говорит, а что ж, не разводиться со своей женой, что ли, из-за этого? Это этого совхоза, то, что от него осталось. То есть, коррективное хозяйство здесь есть? Было. Было большое. Вот говорю, Варистово было, СПК? Володя дедушка был главным инженером большого совхоза. Он, конечно, не был миллионером, но был крепкий. Конечно, а тут Морозов пришел, все, земли выкупил, и все. А кто такой Морозов? Ну, директором был, он где-то в 87-м или в каком назначили его. А, совхозы? Совхозы, да. А потом он все под себя подмял, все выкупил, все к земле, там же паи были. За копейки купил. За копейки купил у всех. А теперь за большие деньги продал? А потом, да, вон. Немцам продал? Идом продал немцам? Ну, вот эти вот, эко-нива-то, это немцы же? Или кто? Они в аренду взяли, или они купили у него? Если бы я знал... Так, нет, а для чего земля-то используется? Ну, это вот эко-нива. На корм, да, корм, они вот выращивают кукурузу, кукурузу. У нас и молочная промышленность из такой. А, то, что мы видели, да? А, это немецкая была? Да, это немцы с инвестициями пришли. Вот ручей арестовский переплываем. Я не знаю, как... Ой, вы знаете, я бы здесь не поехал в жизнь. Ну, понятно, на такой машине... А я бы вот на своей поехал. А тут что? А вот Агавна, речка Агавна, справа тут течет. Она идет рядышком вот с Аристовой, рядышком с Устиновкой. Здесь, по большому счету, боев не было. То есть она, подождите, она ходила из Устиновки в школу сюда, да? Да, пешком. Ну, это я просто сейчас вокруг едем, через поле на прямке. Саппорт в школу Гонча в Калужской одет. Да, в каком году? Сергей Михайлович? Да, очень талантливый был. Да, и все время на руководящих работах. Председателем колхоза, председателем совета. В войне, да? Моя жизнь точно вежда, а корни глубоко в земле. Я горжусь своими предками, что добрый след оставили во мне. Папа на фронт ушел добровольно. Мама была такой души, добрый человек. То есть в 8 лет выходили одна, да? Друг с другом заходили. Да, и собирали. Ребята были дружные. Никогда нас не бросали, помогали, где все. Ребята нас не обижали, не обижали, ребят. Ну вот, арестовый. То, что я вам предлагаю. Я туда пойти пешком, поехал там, но... Там, знаешь, яма на яме, я думаю. Тут меньше ям. Тут, да, тут почти что паркет. Вот так, после тракторов. Вот трясет. Справа начинается овраг, в котором вот тут были дома. Вот ты хочешь туда вниз? Не надо. Ну давай, поехали. Ты прям вот по этой патрутизне пойми? Да. Ну вот, проезжаем, Сашку, вниз под горку. Экстрим, экстрим, местный экстрим. Вот Устиновские бураки. Ты знаешь, тут вызывали как-то бабушке вот сейчас. А на чем приезжал? Скорую, скорую. Ну, буханка. Буханка, да? Ох, там водитель, блин, знаешь, как матерился. То есть вы вызывали к парине Сергеевне? Да, да. И что, вот так ехал? Да, вот он, я тут, знаешь, как показывал, как ехать. Как матерился, блин, трехэтажным. А вы его сопровождали? Сопровождали. Ну так, встречал тут дороги-то. А, встречали. Кто не знает. Пошел туда. Да, вот тут я в детстве играл. Тут Катя, вот, мамина, Володина мама. Мы здесь в лапту играли в чижик. Ну, тут все скошно было. А, подождите, а это что такое? Выгонял. Это ручей. Горно. Горно. Речка. Ну, да. Это вот здесь вот баня. Ну, это вот, жоу. Жоу. Да, жоу. Сейчас воды наберем. Куда вы едете-то? Зачем? Ну, Володя, он любит. Экстрим. Ну. А у тебя подвеска как часто обслуживается? Ну, а снова не обслуживалось. Чуть-чуть. Из этого жолоба, но это уже современная его версия. Раньше. Деревянный был. Вот этот жолоб был деревянный. И вот оттуда, вот он так вот вдоль. Угрань шел. И там была, значит, такая площадочка, камушки. И с ведрами народ приходил и набирал из этого жолоба воду. И потом в бане, в дома разносил. А что, в колодцах нельзя? Она чистейшая. Очень как бы... А в колодцах нельзя? Ну, она сама бежит. А из колодцов крутить надо. В колодцах нет, по-моему, да, Володь? Ну, почему у нас есть? А там остаток. Ну, то есть там менее качественная вода. А для готовки, для питья всегда люди... Вы попробуйте воду, вот во ладошке зацепить. Встаю на рассвете предыдущего дня. Сделай здоровой водичка меня. Камни годами скопили снег в рог. Ты преврати их в мелкий песок. Желтый пузырь и пузырь мочевой, Чтобы очищены были тобой. Железы легкие, печи желудок, Очисти протоки и поры сосудок. Кислородом снабжайся и мозг головной, Все капилляры водичка промой. Сделай здоровую жизнь мою, Целебное утром водичку молю. Вот инструкция. Все-таки я себе летку только помою. А, ну понятно, недоучка, короче, да? Да, вечером ходила на подготовительных. А тут война. И она не успела. Мне все сорвалось, да. А мне все время говорили, Вот, и от многих, и как к маниру. Почему вы не поступили в институт? Все, да. А, ну, а тут, после войны, по семейным обстоятельствам было невозможно. Да, Вонь. Все развалилось. Ну, конечно, да. Вот. Там была русская печка. Больше всего мне нравилось, когда мы грибов-то берем. Это Устиновка, простите? Да, это Устиновка. Это все Устиновка. Это населенный пункт? Живой? Живой? Да. Раньше все косилось. Это все косилось? Все косилось. Ты чего? Живет-то, может быть, одна Парина Сергеевна здесь и живет? Ну, зимой, да? Да, зимой одна. Она, по-моему, одна прописывает здесь вообще. Да нет, там еще кто-то, мне кажется, вот. Валька вот здесь. Там дальше пруды, мы там рыбу уловили, назывались они. Три колодца, потому что когда-то там были три родника. Они и сейчас есть? Ну, они и сейчас есть, согласен. Вот. Их три. Их называлось Три колодца. А потом сделали в советское время собруду. Завелись там рыбы или что-то запустили. Мы туда бегали. И ловить, и купаться, и ягоды собирать. Здесь такие вообще глушь. Ну, глушь-то глушь, но зато какая здесь, какой здесь воздух, какая тут природа. Посмотрите, какие просторы. Леса шикарные. И тишина. Вот, были поля. Все заросло. И дороги были. А теперь ничего нету. И поля пахались. И трактора работали, и комбайны на полях. А теперь он заражает. И косилки косилки. Ты была полудорожной. Букриева считалась трудной. Считалась. Ведь народ-то. Семейные подборья были. И в полеводстве, и в желтоводстве. Семьями работали. И впервые у нас начались эти подборья. Да. Ну, наверное, уже с совхоз. С совхоза. Совхозы после войны были. Нет, здрасте. С севера приехали Зальцманы. Ну да, Зальцманы. Всех отсылали. Немцы у нас были. После войны. Семьи Чемелёвы были. После войны. У полеводстве. Какие немцы здесь были? Зальцманы. Их всех отослали на север. Сослали картошку. Сандруно. Что, до войны жили немцы здесь? Обрабатывали. Семьями. Ну, это немцы уже обрусевшие они были. Уже Венты. Венты. Семёновые. Вент. Да. Зальцманы. Зальцманы хотели. Где-то в районе Печоры. Где-то в Комиссарсар, наверное, Печоры. Вот там они жили. А потом приехали обратно сюда. Потому что корни их здесь были. Но умели трудиться и умели отдыхать. Семьями. При советской власти? Да. Семья. Их сколько было? Три, знать, брата. Да. И все работали. У каждого жена, дети. Да. Ну, человек 20. И в полеводстве, и уже в долбодстве. С ними тоже дружил, с этими немцами. Они пахали. Они пахали. Ну, немцы есть немцы. Работники хорошие. Ну, это вот уже владение Полина Сергеевна начинается. Владение Королёвых. А, такой настоящий пчел. Понимаете, вот с той стороны, это как будто мы в музей приехали. Да, он ветеран. Олег, я же сказал, что для вас это будет, это деревня. Ну, деревня. Вот, смотрите, потому что здесь Полина Сергеевна сидит, живет Катя, Володя, муж, Володя сын. Вот они скашивают. Раньше это вот везде так было. Потому что в каждом доме жили, в каждом доме здесь хозяйство вели, коровы. А так вот, там, где не ухаживают за землей, через какое-то время вот такой бурелон. Попробуй через него пройдите. Это только медведь может пробраться. Ну, медведей здесь, наверное, уже нет. Нет, в лесах, может, и есть. В лосе есть, кабаны есть. Володя, он лучше знает. Каменная страна. Вот я ему ехал и рассказывал, говорю, что Россия. А могли бы еще раз прочитать, я не успел. Камера в образе не включилась. Еще раз включи, дайдем, не успел. Камеру не успел включить. Не позаказывай. Это я везде говорила, когда выступала, к ней говорила, особенно в день медицинских работников. Ни капли холодного, острого злого, без доброго слова, без теплого слова, без нежного слова не лечат больного. Правильно? На второй день, 23 июля, вручили из военкомата повестку. А ручка военно обязана была? И я даже не смогла попрощаться, приехать с родителями. Нас отправили в туалет, сформировали, отправили в могилёк. Некоторые поезда бомбили, некоторые вылетали из вагона, прятались. Я не выбегала. А некоторые, даже врачи, в панику бросались. И наша часть попала в окружение. Мы мелкими группами выходили из окружения. Да, и вышли брянскими лесами ночами. Некоторые наши переиздевались даже. Я сама вместо, знаете, юбка была, штаны разрезала, голову просунула, а руки в эти штанины, чтобы не маскировались. Сами пешком до Брянска добирались в начале полтора месяца. А перевязочный материал, всё зарыли, всё. Сколько могли с собой взять, да. Что мы могли взять с собой? Ну, местные жители, я прямо скажу, белорусы, кормили нас. А кто был в вашей группе? У нас был один только мужчина. Нас было 9 человек. Да. Один мужчина только был. И он командовал нами. И вышли все девочки. И ночевали в этих окопах, где бомбили. Бомбили у этих, ой, всё было. А мужчина был врач? Нет. Поедный? Да, не врач. Но белорусы нас любили, да? Марки. Есть. Бульба. Трохи бульбы. Ботвейнику. А ботвейник – это свекольный сок из листьев свеклой. Ботвейник. И нас кормили иногда этим ботвейником и картошкой. Трохи и бульба. А когда вы вышли к нашим? Брянский прямо. А нас и сформировали. Вот и 43-й меня полк зачислил. И потом вы пошли оборонять Тулу, да? Да. Потом рвался враг. Потом хотел к Москве пробрать сумку дали. И так что я 4 года прошагала санитарной сумкой на боку. И много-много победала на своем веку. А ночью разве не могли уйти? Ночью. А ночью могла уйти? Ночью. Вот только и ночь нас спасала. А так а три дня-то почему? А почему три дня сидела? Значит, не было возможности. Вот так. Ну как три дня? Три дня. Представляете, сидеть в воронке три дня. А спали в этой воронке? Далимали. А кто храпел, останавливали. Некоторые задремятся и с храпом. А храп-то раздается. Их будили. Мол, не спи. Чтоб не храпеть. Вот что было. А что, немцы были совсем недалеко? Ну, кукушки сидели на деревьях. Снайперы, да? Ведь раненых были разные. Ранения-то разные были. И легкие, и тяжелые, и смертельные. Ну, тяжелее всего, когда один кричит «Сестра, помоги!», а другой кричит «Сестра, пристрели!». Сколько ласковых слов надо было сказать? Чтобы успокоить, да? Сколько добрых слов. Чтобы успокоить. Не надо одежду вселить. Ранину. А вам приходилось самой тащить их? Были случаи. Если сам не может идти, приходилось и тащить. Хорошо, если есть солдат или кого попросить, с кем, чтоб помочь. А если нет, что делать? Все было. А что, вы же все-таки женщина, вы не такая сильная, чтобы тащить мужчину. Ну, вот я просто поражалась. Ползком, по чуть-чуть. Ползком, она по чуть-чуть. Дом Сергея Михайловича Лобазникова на краю, вот в деревне Устиновки. Дальше роща. И там тоже находилась вот эта вот полянка Степана Петровича Лобазникова, его брата. А здесь, вот в этом доме Полина Сергеевна, соответственно, в 20-м году родилась. А он живой сейчас? Ну, Сергей, да, племянник Сергей Лобазников, племянник Полина Сергеевна, здесь хозяйствует. Час отъехал. Ну, там что-то сажает. Все сохранилось, да? В доме? Значит, все. Ну, как? Планировка-то так же? Ну, планировка так же, да. Такой же песнистены. Во время войны, с одной стороны бабка жила, с другой стороны был немецкий госпиталь. Да, да, да. Ну, вот то, что Полина Сергеевна рассказывала. Когда оккупировали, она семь раненых не считала жизнью. Выходила семь раненых. Во одной половине в теплой были немцы, а в холодной, которая не отапливалась, были наши родители. Покормила, перевязывала раной, ходила, собирала трофейные винты. Мать когда осталась, да, вот в этой теплой, а где немцы жили, вот где вот эта страна? Ну, немцы, они шведы были, лефины, просто они как бы в немецкой форме. Ну, понятно, потому что за немцев-то воевали и венгрии, и румыны, и итальянцы. И подождите, а госпиталь был для кого? Ну, вот, нескольких раненых, помните, они приютили, и немцы их не расстреляли, они рассказывали. Что мать, пару... Правильно рассказывать? Нет, бабушка, она одного советского солдата прятала, раненого, а в той стороне был госпиталь. Немецкий? Немецкий, да. Вот здесь вот два немца похоронили, по-моему, финн и швед, что ли. А что, и могила есть? Не, ну, на этом месте вот, как бы... А, то есть госпиталь был вражеский, да? Вражеский был, да, госпиталь? Да, да, да. А почему вы говорите, шведы или финны? Финны же под Москвой не воевали. Потому что они за немцев воевали. А нет, а почему именно шведы или финны? Они же не воевали под Москвой именно. Почему нет? Везде были они. Ну, везде, не везде. Надо смотреть, какие части. Нет, ну, может быть, это были французы, может быть, это были венгры. Нет, нет, не скажу. Здесь просто цветы. Здесь вот Серега Лобазников рассказывал, что здесь... Да? Да. Что именно вот здесь были похоронены? А Журавлев? Нет. Дом холодный сеней и два теплых половинки. Дом длинный, а он разделен напополам. Фамилия его права. Который здесь спасался, да? Да, который здесь спасался. Его фамилия его расходим, да? Потом он писал письма, и он, наверное, лет 20. И потом эти письма мы передали в школу. И все... В ту старую разницу? Ну, в старую, да, и все пропало. Наши разведчики перелезают? Ну, наши. Два солдата ступили перелезать. Их тут хлопнули. А они шли откуда-куда? А я не знаю, откуда они шли. Может, оттуда шли, может, оттуда шли. Может, в деревне шли. По деревне. Так они шли и по деревне шли? Да. Ну, в деревню шли, как мать рассказывала. Ну, как сказать. Немцы были в дому. Они перелезали. Немцы их заметили и убили. Так, а они дали вам похоронить их потом? А потом у них похоронили тут их всех родных. Мать хоронила, значит, мать... Так, а немцы видели, что хоронят? Не знаю, вот это я не страшно. Даже врать не хотел. Его не было. Да, у него еще и в 42-м городе породился. Ну, и как вы, получается, что... А с какого года вы ухаживаете за этой могилой? За все время. Что? С этих лет. С малолетства, да? Конечно, все тут ухаживает. Ну, тут на такте все было. Тут посадили они елки, выросли такие здоровые. Потом тут совет пришел. Нет, Ласим Васильевич был механиком. Трактная бригада, где, или как, мастерский, что он был. Зашлась, Катаповка. А, видите, а как вас зовут по имени-отчеству? А? Валентин. А, и по отчеству? Валентин Федорович. Валентин Федорович. А тут же еще были могилы, так я понял, в этом селе? Да, там в лесу две были. В лесу были. А их перенесли, да? Их перенесли в Андромово. Да. А почему вы решили... Смыслено? Смыслено. Зачем? Зачем тревожить, думаю, все сказали деревенские. Не надо тревожить, пускали жить. Тут была ограда деревянная, вот эта вот. Памятник был он там, я поставил, и Снержавейчик был. Угу. Ну, тут Мэра Васильевна была специалистом. Поговорили, поговорили, заказали ограду, памятник. Какой был он уже, года три на Ростове. Да? А, памятник новенький, да? Да, новенький. А раньше был что? А раньше был Снержавейчик. Вон там, он Глипов стоит, я отнес сюда его подальше. Памятник был? Да. Ну, такой Снержавейки сваленный. Это тоже был обеиск? Или как это, не Снержавейки? Что было слеплено? Ну, типа того. Как вот памятник на кладбище ставить, Снержавейки там, или что, из металлов, как-то, все. А-а-а. Мы пришли к Андроновскому памятнику. Доехать на машине, на переднеприводной, сюда было опасно. Ну, вот пришли к месту, куда захоронили, в том числе, бойцов, найденных около Устиновки. Позднее захоронили. Часть осталась около Устиновки все-таки. Ну, вот это местный памятник. Да, надо тут хотя бы траву постричь. Нет, мы были тут тогда. Ну, сейчас крова быстро растет, да. В мае мы были, а потом он еще раз посылал. Теперь у нас глава-то новый, надо ему сказать. Глава Ферзиковского района, или первое перезахоронение? Было в 56-м или в 8-м году, потом было в 13-м году перезахоронение. Устиновки, бойцов, перезахоронение здесь. Здесь написано 453 воина. На самом деле здесь 46 воинов захоронено. Это по какой-то ошибке мне как-то написали. А как вы знаете точную цифру 46? Ну, вот есть захоронение-то, вот оно учтенное. Я скажу, Григорьев, он когда работал главой администрации, здесь была цифра 45 или 46. Потом у нас сведения в районе администрации, тоже исторические вот эти сведения, тоже было написано 45 или 46. Но вот эта вот дата появилась буквально недавно, ну года 3-4 может быть, ее не было этой даты. В смысле цифры? Да, этой цифры не было. То есть мы с Григорьевым сколько подеседовали, он говорит, да не может быть здесь столько, говорит, бойцов. Мы знаем, говорит, что вот немцы, когда пришли, 36 человек, солдат, они согнали их. И они расстреляли их. Их всех похоронили здесь. А потом уже в 56-м, восьмом и в 13-м году было перезахоронение со всей округи, собирали останки и... Ну, так это получается 9 человек собрали. Почему? Ну, говорите, 46 было, значит, 36 расстреляли и еще собрали. Да, да. Получается... Ну, то есть сотни не собрали, да? Нет, нет. Поэтому я говорю, вот эта вот цифра, она неверная. Это сказали, что по книге памяти, но не кажется. А-а-а, получается, что, наверное, это цифра та, которая погиб... Это, наверное, все, кто погиб здесь, написали все, кто погиб. Наверное. Может быть, и так. В 55-м году, и в 65-м завод, в 65-м году поставили памятник этих солдат, а перезахоронивали, в первую очередь, тех, которых расприняли, что были наши солдаты, советские здесь деревни, пришли, арестовали и расстреляли за речкой. А скажите, а здесь сильные бои были, были какие-нибудь значимые бои? Не было. А откуда же красные бойцы были? А бойцы были, они в домах были, вот, в частности, в этом доме, вот, убили немца. Немца или немца? Да, и около липы, около этого, насколько правды нет. Кто говорит, около липы, кто говорит, что здесь осина была. Вот, я помню, это осина здоровая, этого лейтенанта советского, расстреляли. Кто убил немца, да? Да, который убил немца. А лейтенант-то как оказался здесь? Ну, они на квартире, блин, говоришь, поставали по деревне. То есть, по деревне были... Советские войска? Советские воины, да, немцы, как вот рассказывали старики, вот находили, вот, у нас бабушка умерла недавно, она 31-го года ей было, во время войны начало действовать. Вот она рассказывала. Утром рано, не знаю, там, солдаты наши, кто брился, говорит, кто там умывался, кто что делал, это где-то. Ну, 6-7, не знаю сколько, что. В немцах мотоциклах это было октябрь месяц, по кругу. То есть, видимо, подморожено было, уже можно было проехать. А вот и в этом доме, он старый был, в одном месте, в царайе был был дом. Как раз вот здесь, в доме был человек, не знаю, что там есть, но есть, но я, конечно, с ними был, видимо... Ну, какая-то часть стояла? Ну, что или это? Но они отступали наши. А, то есть, это разрозненность? Да, да, да. А немцы на мотоциклах от Сугонова или от Фертикова? Нет. А вот на мотоциклах... Да, ну, я помню, что там мотоцикла сломает. Я не знаю, может быть, но на мотоциклах точно помню, что они в мотоциклах. Откуда они? Скорее всего, наверное, со стороны Сугонова или со стороны, вот, может быть, Фертиковой стороной. Ну, Сугонова там вообще-то глухие места. То есть, какой... То есть, они немцы выбили наших, да? Они не боялись, что наши отступали, да? Калуги, видимо... Но они здесь въехали, значит, была какая-то перестрелка? Здесь никакой перестрелки. Вот они утром, говорит, заехали сразу по домам, зашли немцы сразу в дом, вот. В винтовке, говорит, стоять, мать рассказала, за дверью стояли все. Они утром рано встали. Это просто, скорее всего, была зачистка телевизора. Он, говорит, за дверью стояли, винтовку схватил. Немцы вошли, он из дверью, как раз, говорит, из винтовки с этой прям, прям, говорит, в рот попал немецкому офицеру, который зашел. Ну, вот тут всех арестовали, их 32 человека было. За речку завели, за речку распределяли. А-а-а, 36... Вы, там, 36-м говорили, что он... Ну, опять же, точно никто не помнит, ну, как, да, 32... А Устиновку они также захватили немцы, на мотоцикла, что ли, въехали? Там, туда, там, дороги? Да, на мотоцикла санили, как же, немцы в Устиновку. Ну, по всей видимости, да. Потому что боев здесь не было, они просто шли, наши отступали. Угу. Расскажите про этот стенд немножко. Ну, в истории создания стенды, или что? Да, да. Ну, вообще, вся эта экспозиция была посвящена у нас в 70-е годы Ощине Победой. В Великой Отечественной войне. И мы, так как у нас единственный ветеран деревни Палина Сергеевна, посвятили ее встану этот. Угу. А вы были знакомы с мужем ее, Сергей Иванович? К сожалению, нет. Не удовольствую. А вот это что такое? Это вы нашли на полях здесь? Это принесли дети, жители деревень, окружающих нас деревень, когда мы создавали музейные экспозиции. Угу. Ну, я вижу, тут вроде бомба даже, да? Мина. Ну, была разорванная бомба, но так вот приезжали люди и сказали, в нем нужно еще сохранить какие-то там коксичные химические элементы, поэтому у нас их забрали. А, бомбы забрали, да? Ну, вот то, что есть. Ну, я когда сегодня гулял по полю, я вдруг думал, вдруг что-нибудь взорвется. Когда Тулу обороняли, ведь нас, нашу часть, послали освободить Калугу. Ведь мы шли тылами немцев. Делали тоже разведку, прежде чем идти. Если там немцы, а если есть немцы, даже встречали убойшины. Зима была снежная. Приходилось расчищать дороги. Мы шли тылами по Старой Калужской, наверное, были. Все и врачи, и санитары все выходили с лопатами расчищать дорогу, да? Трое суток добирали. Вышли мы в правый берег, хоккей. Ведь не только наступления были. Были и дни отдыха. Завались минуты затиши. Вот я, когда была в полку Краснопивцева, у Краснопивцев с Баянов и на фронт пришел. Старый был кадровый офицер. Два раза был в войнах. Он любил солдат. Он их называл сынками, они его отцом называли. И в минуты затишья брал Баян и шел к солдатам. Он никогда не отдыхал, он к солдатам. Все время в кругу солдат говорил. В Калуге? Да, в Калуге. Сынки, я вас до Берлина доведу. Погиб он на Варшавском шоции. Как? Но задание выполнил. Я все время находилась в передовых частях. В руку, в батальоне. Скажите, а когда в атаку шли, вы шли даже были за эти? Конечно, я с ними не шла, но не отставала. И поднимались, и ползли, если стреляют, ложились на землю. Санинструктор обязательно шел со мной. Асс. Мужчина. Кровотечение, чтоб не потерять кровь. Прямо на поле будет, да, перевязывали? У меня был санинструктор. Он не знал, чем меня напаримить, чем напарить. И то он был татар. Нет, не боялся, а уважал меня. Только начинается утро. Сверху бомбы, а тут снаряды летят. Головы нельзя было поднять. И спрятаться ни куста, ни ничего. Там плохая часть. Как там ночевать было? Мы ночами не спали. Наша часть уже вся истрепалась. И нас на формирование послали. Как в станице расположились мы в одном домике. Сняла шинель, сумку под головы, легла. На утро мальчик подбегает. Мама! Немцы! Высадил десант немецкий. А у нас ни оружия, ничего нету. Раз на формировании, солдаты все, значит, пошли. Говорят, а ты ж здесь. А я боялась, у плена попаду. Я тоже не осталась. Беру свою сумку, за ними тоже шагала. Выбрались как-то. В Рязани, да? Ну да. Да. Потом меня в эту зачистили в кавалерийскую часть. Медикам-то, медикам. А в кавалерии вы долго были? Нет. Она как-то что-то не оправдала кавалерию в Отечественной войне. Не, а вы-то, вы-то... Я поняла так, что она не оправдала что-то кавалерии. А куда вы после кавалерии? Помню. И то ли связь образовалась. Ведь я во всех частях была. Как военком даже удивился. Что говорится? Полина Сергеевна, ну ты во всех частях. Я говорила, а обобиваться ей не было. Только медики везде нужны. В кавалерии была, в пехоте была. Где еще? Ну, связи. Связи была. А какая связь была, часть какая? 19-й кавалерийский корпус. Вот в 44-м году, в день 8 марта, ей подарили фотографию. Это военная фотография. Ну, а что больше можно было подарить во время? Это как? Это там? Знаю, что мне командир высроил, и мне благодарность вынес. За то, что я сохранила себе, не побила. И вошадь. И кобылицу не побила. А кто-то звали, как кобылица? Рыбка. Рыбка. А все побили. Некоторые нехорошо ездили, не ухаживали за животными. Она уходила. Прямо перед строем. Лошадь я любила сроду. На занятиях даже через причастие прыгала с ней. Прыжки делала. Рыжая, наверное. Рыжая. Чем кормили-то? Овсом или морковкой? Сахаром. Сахаром? А как же она меня любила? А меня, я, если водку давали, А меня у нас сахаром? А солдат меня сахаром. День победы. Где вы были? Низибир. Ох, это была радость со слезьми на глаза. Во всей стране, от края и до края, нет города такого, нет села, куда бы ни пришла победа в мае, Великого Девятого Числа. Самые лучшие годы в моей жизни это опалила война. Дальше, начиная после военные годы, они тяжелые годы были, голодные годы. Я их выражу, стихотвей, выхожу на порожек и гляжу на небушка, не идут ли мои дети, не несут ли хлебушка. Бывают такие минуты, скука варить с ног, приезжай-ка, дочка, приезжай, сынок, приезжайте, внуки, всех я буду ждать, ведь жизнь такая штука, можно опоздать. Вот и теперь Игоречек подходит в столетие. Дотяну я его, не знаю. Да, и тоже, я знаю секрет долголетия, и могу еще вам всем открыть, чтобы дожить до столетия, мир надо жалеть и любить. Пишу стихи, варю обед, и прошу запомнить мне такое. Россия, страна ты святая, и праздников много, их чтут, но самый желанный, родная, тебя Днем Победы зовут.